Всем привет, с вами Камрад Майор, и решил все-таки попробовать записать сборку авианосца Enterprise полностью на видео. Решил, потому что не видел этого на ютубе, что люди его собирают. И хочу сказать, что я не мега супер-пупер моделист, и я ни в коем случае не говорю, что у меня будет супер популярная модель, супер реалистичная, но на уровне тех, которые я делаю. Видео будет разбито на несколько частей, потому что, я думаю, в одно будет уместить тяжело. Будет, скорее всего, сборка днища, палубы, покраски, грунтовки, это все отдельно. Вот комплектация нашего набора с авианосцем Enterprise. Оставляем пузо, потому что оно нам потребуется. Убираем палубу, потому что оно нам не потребуется. И убираем вот эти вот штучки, потому что это прям-прям в конце. Значит так, что нам сделать предлагают изначально, палубу и подставки. Ну, так, я думаю, сделаем. Подставки я сразу вклею, потому что так и собирался делать. Мы сначала берем, значит, отрезаем, либо отламываем кусачками детали, кому как удобно. И начинаем их обработку. Я понимаю, на самом деле, что очень много уже было сказано и о других блогеров, помимо меня. Но я, как минимум, также хочу иметь у себя на канале сборку моделей. И вдруг все-таки она вам зайдет. Потому что модель редкая. Я считаю, что послушать про нее можно вообще, в принципе. Это судно, которое сыграло, не сказать, что в мировой истории прям большую роль. Но, как минимум, в том, как нужно строить авианосцы. Почему у Советского Союза был только один авианосец. Кузнецов были там и экспериментальные в том числе. Но я просто хочу напомнить, из-за того, что Советский Союз вел войну с фашистской Германией на территории суши. В основном, не считая там акватории Северного моря, Черного морских конвоев по Ленд-Лизу. Все-таки не было у нас таких больших и массивных сражений, как тоже потопление Бисмарка в Датском проливе. И поэтому, ну, не использовал Советский Союз авианосцы. Они были ему не нужны, потому что война шла на сухопутной территории. Подставки, кстати говоря, ну, просто выполнены как такие вот колонны, постаменты, если можно так выразиться. Я считаю, что можно было сделать намного лучше эти подставки, если уделить им какое-то должное внимание. То есть, допустим, как вот делает звезда у подводных водок, у некоторых моделей в 350-м. Например, как у Щуки, либо у Диттера Фан Рёдера. То есть, такая каменная гряда, если можно выразиться. Но Ревелл почему-то не считает это нужным делать. Все, ничего не царапает больше. Здесь меня что сразу подкупает, это то, что будет днище цельнолитное. Вот оно и есть цельнолитное, и это прям гипер круто. Не придется состыковывать две половины, мазать какие-то щели. Это прям мега хорошо, и мне это очень нравится. Но видно вот, что облоя много. Облоя действительно много, так как модель, ну так скажем, возрастная уже. Любой облой на моделях я обычно счищаю сначала ножиком модельным. После этого прохожу вот такой вот пилкой. И этого для уровня моих моделей, как я считаю, хватает. Естественно, я работаю над тем, чтобы повышать качество своих работ и все прочее. Но, тем не менее, иногда случается непредвиденное что-либо. Вот на первый какой-то взгляд, вот прям ярых претензий к модели нет. За 1000 рублей взять модель авианосца с авианесущей группой, еще и от фирмы Ревелл. То есть, никакой там ни АРК ни в коем случае, ни Восточный экспресс никакой, а реально Ревелл. То есть, как, ну, для меня это, ну, что-то с чем-то просто. Учитывая, что авианосец Кузнецов, вы его там дешевле 1400 где-то по скидке на Азоне не найдете нигде абсолютно. В каких-то магазинах он там начинается только от 2000. И учитывая, что корабли однотипные, это авианосец. Но та же авианесущая группа у Энтерпрайза, она, ну, явно богаче. Это даже можно увидеть по картинке. По фотографии, допустим, реального корабля. Значит, обработал я поверхность ножиком. Сейчас я просто вот так вот защищаю, убираю все абсолютно заусенцы. Убираю все пластиковые муштры какие-нибудь. Я даже не знаю, как выразиться, как обозвать эти штуки. Ровно, прекрасно. Убираю все пластиковые муштры. ну вот смотрю я смотрю Поговорите как относительно уже подзачистился корпус Здесь вот видно сразу часть облоя Ну насколько я могу судить облой убран Облой действительно убран Так значит что нам здесь предлагается взять клей Использую вот такой вот клей Мистер Хобби Далее нам предлагают взять днище корабля И клей кончается И вот в эти базы установить как раз подставки Я предлагаю значит сразу поставить чтобы нормально схватывался клей Инструкцию надо ненужную часть убрать Так Вот таким образом он у нас встал Так ну почему то вот этот вот крутится Вопрос почему он крутится Так этот ровный этот ровный Так Все Все Ты встал ты стоишь Так Что бы положить чтобы Кстати у меня есть пакет сок Я думаю может быть вот так вот сделать Нет это слишком тяжело будет Это будет слишком тяжело Что бы тебе подложить все таки чтобы немножко попряжать Ну ладно я думаю обойдемся пока без этого Значит Что у нас идет следующее по плану Что нам предлагают сделать Следующим этапом нам предлагают взять взять грибные винты И сделать их в количестве четырех штук Все расположено на вот этом литнике Нумерация у литника хоть где-нибудь указана Вроде нет Так вот я вижу уже грибные винты Кстати С хорошим таким количеством могло Сейчас фокус поймается Я кстати думаю и без фокуса может быть видно Так немножко в сторону Все таки ты мне мешаешь тут Значит берем И прям самым аккуратным образом Отрезаем Прям отрезаем их все И будем их сейчас обрабатывать По полной Так Деталь Б2 и Б3 Две Б2 Б2 Билон Б2 Б1 Смотрите продолжение в следующей серии. Прошу прощения за молчание такое в камере, но просто я сейчас очень сконцентрирована тем, чтобы не сломать вот эти вот валы грибных винтов. Детали такие тонкие, прям не люблю работать настолько с тонкими деталями, потому что всегда есть риск поломать. Всегда, абсолютно, всегда есть риск их поломать, потом их придется как-то между собой клеить. Это тоже извращение, еще то. Значит, убираем от винтов артефакты литья. Убрали и получили 4 винтика. 3-4 и 4 вала. Вот, кстати говоря, то, о чем я говорил. Я отломал одну лопасть винта. Кто-то придется к нему подклеить. Ну, не получится, не получится. Ладно, винт дело такое, а может быть его на полке будет и не видно. Сейчас я беру, обрезаю все обои от винта. Я посмотрю, скорее всего, видео я не буду ни ускорять, ни пропускать вот такую вот работу. Потому что, чтобы те люди, которые впервые посмотрят мой канал, чем, допустим, топовых блогеров, связанных с моделированием, это и Даша Моделс, та, которая вдохновила меня на очень многие свершения в моделизме, в том числе на переход на аэрограф, что очень улучшило мои работы. И дает мне сейчас полное восхищение занятием моделизмом, допустим, канал Мясистый Моделизм, Сводный Отряд. Я хочу именно показать, что модели собирать, это работа кропотливая. Что это все надо дорабатывать, обрабатывать. Потому что модель, на которой нет облоя, это модель либо исключительного качества и, соответственно, исключительной цены, ну, либо таких моделей просто-напросто не бывает. Кстати, 23-й год, я решил для себя объявить годом бронетехники. Но суть в том, что я заказал авианосец, и сейчас у меня в сборке Тирпиц-1 к 350. То есть у меня две больших флотских модели сейчас в работе. Я такой думаю, год бронетехники, наверное, не задался. Хотя у меня есть планы собрать коалицию от звезды. МСТАС, Т-80УД. То есть, как бы, планы есть, планы амбициозные. Это и Тигр собрать. Ну, думаю, наверное, переключу себя на них потом все-таки. Единственное, есть у меня сейчас вариант приобрести крейсер Петр Великий. Ракетный от звезды в масштабе также 1 к 700. Он там вроде бы идет или к 800. Есть возможность его приобрести. Приобрести по очень низкой цене. Я вот думаю, может быть, все-таки как-нибудь в феврале его заполучить. Просто сейчас записываю видеоролик 22 января. Так. Опять-таки, я говорил, я не суперпрофессионал, но я их зачистил, как я делаю под себя. Чтобы сейчас я не давил, не сломал. И потому что уже вот сейчас был опыт, что отломано было. И поэтому, я думаю, хватит на них акцентировать внимание. Я их почистил, все хорошо. Сейчас нужно аккуратнейшим образом почистить валы, не прорезав их. Потому что это, как правило, всегда фатально. Можно заметить, какие у меня прекрасные изрезанные пальцы. Это все моделизм. Это все моделизм. Это соскачивающие ножи. Это ножницы, кусачки, канцелярские ножи. Не сказать, что это безопасное увлечение, потому что травмы в моделировании будут всегда. Вот я сейчас веду ножиком на свои пальцы и торможу просто тем, что когда я понимал, когда пластик отрежется. Но вы знаете, даже если вы для своих детей захотите будущего моделиста, то есть, привить любовь к моделированию, не нужно бояться вот таких вот там порезов. Потому что это все проходит быстро. Это все не опасно. И это будет намного лучше, чем ваши дети будут где-то по подвалам ныкаться по подъездам и что-то употреблять. Мы это все осуждаем. Самые здоровые люди и самые верные мужья это моделисты. Мы сидим дома, собираем самолетики и кораблики. Нам никто, кроме семьи и наших моделей не нужен. Наверное, вернее нас только филателлисты. Как-то, кстати, было в одном тематическом сообществе такая тема поднималась. Как ваша семья реагирует на моделизм? Допустим, у меня семья реагирует хорошо. Как бы моя жена, которую я очень люблю, которая меня поддерживает в этом, сама мне иногда дарит модели. Правда, ей это становится с каждым разом делать все труднее и труднее. Потому что моделей у меня очень много, это перевалило за сотню. И она просто не понимает, что это. Но она не разбирается. То есть для нее любой зеленый танк, это просто любой зеленый танк. Корабли она может отличить гражданские от военных только по наличию вооружения. С самолетами очень плохо. Она смотрит на полку с самолетами Миг-Су и она видит просто самолеты. То есть где Миги, где какие Миги, где какие Сушки. То же самое с вертолетами. Опять-таки еще, кстати, почему моделизм это хорошо. Смотрел, кстати, разбор моделизма с точки зрения врача. Врач образно сказал такие тезисы, что моделизм почему плохо. Мы сидим сключившись, мы можем засиживаться, портив зрение. Так что нужно за этим следить, выравнивать спины, не портить глаза, не сидеть до изнеможения и усталости. А хорошего все-таки больше. В первую очередь это мелкая моторика. Пальцы будут дольше на протяжении всей жизни развиты. И это профилактика деменции и любых умственных отклонений. Потому что пока работает моторика, до тех пор работает голова. Все просто, прямая закономерность. Мы обработали детальки, бинты и валы. И теперь начинаем приклейку. Так, берем вал, мажем клеем окончания вала, где штык, 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 как хотите так и называйте. Техническое название у него все равно свое какое-то. И вот таким образом мы соединяем. Такие детали, которые заходят внутрь, я всегда еще люблю дополнительно промазать просто вот по краю стыка. Будет просто дополнительная точка клея. И хуже от этого держаться точно не будет. Вот так вот. Так, вот это почему-то сидит не особо мне нравится как. Но вот этом попробуем другую посадить. Вот. Посмотри, что же такое-то происходит, а? Возьмем немного, немного прям. Пол миллиметра, третью часть миллиметра. Уберем. Чтобы сделать более глухую посадку. Так, все. С этим мы справились. Раз. Два. Все прекрасно. Так. Мы сейчас будем приближаться к тому, чтобы приклеить поломанную деталь. Вот как уже на первом этапе, уже деталь одна сломалась. Ну, ничего страшного. Это также, это один из аспектов моделирования. Это неаккуратность. Это дернула рука. С этим ничего страшного. Это либо можно исправить, а если исправить нельзя, то можно как-нибудь замаскировать. Так. Значит, мы берем, видим линию слома. Капаем клей. Берем лопасть, в нашем случае отломанную. Приставляем по линии слома. Немножко надвигаем, как она стояла изначально. Так. Вот. Все встало. Сейчас до капли клея. Смотрите, клей прям кончается. Уже это напрягает. Надо заказывать вот этот сверхтекучий клей. Он мне нравится больше всех абсолютно, потому что западает сам в любые места, какие хочешь, в отличие от каких-то густых клеев. Так. Сел винт на стойку вала. Все прекрасно у нас встало. Я думаю дать сейчас подсохнуть некоторое время винтам. Некоторое время прям дать подсохнуть спокойно. В это время посмотреть, какой у нас есть еще шаг. Дальше у нас идет шаг. Это рули управления. Руля у нас четыре. Это литник B6767. Попарно расположены. Вот они. Некоторые детали отламываются прям так. Раз, два, три, четыре, пять. И один у меня уже умудрился упасть. Так. Вот они четыре. Это артефакты литья. Берем ножик и так же зачищаем. Видеоролик идет уже 28 минут. Вы видите за это время, что было сделано. То есть как бы... По сути ничего не было сделано за полчаса работы. За полчаса кропотливой работы не было сделано. Практически ничего. Маленькие детали и приклеенная подставка просто. Очищаем здесь. Очищаем тут. Чем не нравится. Вот старые Гэвловские модели. Очень большое количество всяких следов от толкателей. Какие-то грехи литья. Прям очень часто встречаются на моделях Гэвлов. Такая история. Ну вот я сижу сейчас, записываю для вас видеоролик. Вы его смотрите. Ну, если вы меня сейчас слышите, то вы его смотрите. И мне прям нравится. Я размеренно делаю. Стараюсь избежать каких-то грубых ошибок, огрехов. Я думаю, наверное, можно будет запустить такую рубрику. Хотя раньше она у меня была. Либо она не была отдельно вынесена из плейлиста моделирования. А именно, рубрика сборка моделей. Глядишь, там через некоторое время и до стримов можно будет дорасти. Так. Вот четыре руля управления. Дальше, значит, у нас что идёт. Это будут идти сборки Внутрянки палубы, если можно так выразиться. Корпус корабля. Корпус, состоящий из двух частей. Но я думаю, сначала мы, наверное, возьмём и всё-таки приклеим винты и рули. Здесь у нас уже видно, что приклеилось. Я, может быть, потом ещё просто по краям капну аккуратно. Значит так. Где наш клей? Берём наш клей. Начнём вот с этой. Промазываем вот этот паз. Куда будет упираться вал. И промазываем два отверстия, куда будет вставляться несущая часть вала. Так. Это у нас для вот этого. Значит, сюда пойдут покороче. Покороче. Так. Ну. Вставляйся что-то раз. Вот здесь тоже главное не передавить, не сломать. Ни в коем случае поправлять такие тонкие детали очень тяжело. Очень легко сломать. Поправить, исправить это адский труд. Я это могу сравнить с тем, как я исправлял поломку винта вертолёта. То есть он там безбожно сломался абсолютно. И исправлять было это целое, блин, приключение, которое я не хотел на себе испытывать. Вот мы поставили один вал и один винт. Продолжаем. Поставим сразу сюда его пару длинную. Также промазываем полость и промазываем отверстие. Берём уже винт на длинном валу. Упираем. Ставим одну. Ставим другую. Всё. Здесь всё прекрасно встало. Можно сверху ещё чуть-чуть прям капнуть. Сбоку пройтись. И всё. Переходим к этой стороне. Всё тоже методически самое. Нового здесь не откроется ничего. Тут капнули. Здесь капнули. Так, видно немножко, что подзагнулся как раз-таки вот эта наша сломанная лопасть. Поэтому берём ножик, аккуратно. Вот хотел аккуратно, блин. Аккуратно не получилось. То есть, берём ножик, аккуратно подвыправляем. Так, перехватить тут надо. Раз, два, три. Всё перехвачено. Извиняюсь, если сейчас в кадр что-то не попадает, я это всё обязательно покажу. Сейчас четвёртый установим. Так, установил. Естественно, клею нужно некоторое время, чтобы схватиться. Сейчас, что мы, получается, будем видеть. Кстати говоря, вот хорошо посмотрел вот эти стойки. Одна точка опоры, это всегда плохо. Должно быть две точки опоры. Тогда он не будет крутиться и качаться. Должно быть две точки опоры. Модельные фирмы, прекратите делать вот такие вот порнографические подставки. Делайте, блин, нормальные. Вроде выровнял. Сейчас сразу сюда пройдёмся, клеим. Так, мы видим винты установленные. И один у нас немного, так сказать, вот этот поломанный сплясал всё-таки. Это плохо. Это плохо, поэтому сейчас мы его немножко подвыправим. Так. Всё, оставляем, чтобы не портить. Потому что иногда вот править это только портить. Сейчас мы берём, приклеиваем рули. Видно, что у одного крепления под букву Т, так скажем, это крайние винты. Блин, почему я назвал их винты? Рули. У другого, как бы, тоже. Ну, они, оба у них крепления Т-образные, но у одного смотрит на внешнюю часть корабля, а у другого на внутреннюю часть. Рули. 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 так ставим последнюю пару винтов так здесь у нас немножко компания-производитель поскупилась и не пробила деталь до конца поэтому мы возьмем и аккуратным образом это немного поправим немного прям немного это прям чуть-чуть тоже одно из основных правил моделизма которые я выявил для себя если есть со стороны производства какой-либо огрех и нам нужно его устранить самое главное это не усугубить этот огрех потому что иначе деталь либо что хуже модель может быть испорчены навсегда да и до такой степени что что-то уже сделать ну легче будет купить просто напросто новую а эту оставить на какие-то донорские детали допустим для других моделей либо для каких-то переделок кстати говоря тоже некоторые так используют неудавшиеся модели оставляют для переделок старых донор пластика донор одинаковых по типу деталей так раз капнули сюда капнули с этой стороны так видим что сюда приклеилась часть пластика убрали ее теперь как-то будет нужно эти рули акцентровать я просто на них смотрю сгибаю в нужную мне сторону и уже на этом на этой линии сгиба я капаю клеем так вот так это примерно и выглядит так подставки прям подставки меня ну честно разочаровали честно разочаровали я думал будет что-то получше они вот такие огрызки ну блин ну что это такое ну модель фирма ну почему нельзя звездовскую скалу было сделать ставим в сторону аккуратно так дальше что нам нужно что нам нужно дальше это две одинаковые детали надстройки палубы вот они у меня уже есть нам нужно будет деталь 9 две детали 9 и деталь 10 тоже в количестве двух штук вот я нашел детали 9 так как понимаю 10 уже на другом литнике вот они 10 так обработаю сначала вот эти детали потому что их будет легче чем вот те палубные я как понимаю 9 10 деталь это просто поперечные перегородки которые будут усиливать каркас корабля не давая сгибаться прогибаться при поклейке при склейке точнее и чтобы в будущем пластик не повело здесь мы уже видим такое добротное количество боя кстати говоря это соединяющие детали они не нужны они не будут никак затронуты абсолютно поэтому им можно уделить меньше времени к тому же через 10 небольшим минут кончится у меня память на телефоне и я думаю кстати уже не хватит наверное памяти на сборку вот этого этапа так эти части у нас готовы может быть кстати хватит я сейчас быстро зачистим значит сборка значит сборка у нас идет вот этого то есть мы берем деталь вот она располагается как раз вот эта деталь и вот эти пазы начинаем зачистку здесь уже конкретно здесь уже конкретно нужно убирать все вот эти лишние огрехи все вот эти вот стружку эту пластиковую все ненужное нужно убрать и как вот Я, кстати, сейчас вот сижу, обрабатываю деталь, понимаю, что я опять молчу, но извините, я думал формат видео будет такой, потому что я концентрируюсь, я во время этого отдыхаю, то есть как бы хобби и должно делать так, чтобы человек отдыхал во время занятия, хобби. Количество обоих, конечно, видно, какое набирается, но опять-таки, это не уровень ARK, при сборке, ой, при сборке чего, вроде бы крейсера Tiger, Тайгер, точнее, от ARK Modules, я никогда не видел столько лишнего пластика, Это просто ужас, там бы хватило еще на одну модель полноценную, если можно было бы его переплавить. Типа настолько уже пресс-формы изжившие себя, что там просто пластик затекает везде, где только можно. Я не считаю, это и есть хорошо. Берем пилку, начинаем зачистку. Вот так. Хорошо. Не выгонял. Значит так, это зачистилось. Я считаю, что насколько можно, тут все уже зачистилось, тут все ровно. Так, ну и сразу примемся за вот эту часть, сразу примемся за нее. Так. 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 Вот сейчас, кстати, было не видно, но здесь вот все в пластике. А его тут не должно быть. Абсолютно не должно быть его здесь. Вот видно, как он прям удаляется. Вот этот вот излишний пластик. И вот даже можно увидеть, что внешне вот виден круглый след толкателя. То есть как бы это потом замаскировать надо будет как-то в процессе покраски. Может быть туда смывкой капнуть, типа испачкать или что-то такое. Но видно, что пресс-форма изжила себя. Видно, видно. Не до уровня АРК, конечно, но года три еще есть. И потом уже будет качество такое, что нельзя будет и за 700 рублей продавать такие вещи. Так. Мы берем, значит, как и сказано в инструкции. Капаем клей вот сюда. Капаем, смазываем даже, можно сказать, кисточкой. Берем деталь. И, насколько я понимаю, любой стороной. Нет, не любой, а именно вот так, кстати говоря. Фиксируем. Чтобы у нас якобы было совпадание с пазом. Можно еще снизу вот так. Бендс. Теперь также берем, промазываем вот эту полость. Для детали широкой. Сюда она вот так вот не лезет. Значит, мы понимаем, что нам нужно переставить. Все. Залезло, попало в паз. Все прекрасно, все держится. И тут промажем дополнительно. Так. Все залезло. Вот видео идет 52 минуты. Через 7 минут у меня кончится память на телефоне. И мы закончим первую часть сборки. И вот вы можете посмотреть, что было сделано за час. Ну, насколько просто работа. Кропотливая. Что было сделано за час. Обработано три большие детали. Приклеены рули и винты. И вот эта вот штука. Так. Сейчас мы берем и соединяем две части в одну. Ну, для этого, кстати, мы сразу, наверное, вот здесь промажем. Делаю быстро, потому что клей быстро сохнущий, сверхтекучий. То есть, есть у него такое свойство, прям мега быстро засыхать. Так. Аккуратно берем. И начинаем соединять. Мимо. Первый соединился. Второй соединился. Третий. С вот этим что-то все-таки. И у нас здесь еще, кстати, есть опора одна на клею, которая должна сидеть. Можно падуть, чтобы клей по-быстрому схватился. И здесь еще у нас две. А, здесь у нас еще и вообще, кстати, цельный идет спад. Промазываю сразу части, которые должны быть склеены. Я не успеваю 55 минут. Я прям не успеваю. Так, ну, видно, значит, что вот, что должно было получиться. Настройка, на которой будет взлетная полоса авианосца. Сейчас вне видео я сделаю, чтобы все остальное схватилось. А установку уже мы, наверное, сделаем в следующем видео. Хотя, удержусь ли я не поставить. Ну, будет выглядеть это примерно вот таким образом. То есть, это все войдет сюда в пазы. И вот так вот встанет. Я думаю, пора заканчивать, иначе еще вдруг залагает и не запишется весь этот час сборки. Я думаю, я показал вам, насколько это увлекательно, насколько это требует выдержки и бешеного терпения. И эту модель я построю вместе с вами. Если вам этот формат зашел, обязательно ставьте обратную связь. Я это очень ценю и отвечаю на обратную связь. Интерпрайз будет построен вместе с вами, с аудиторией моего канала. С вами был Камрад Майор. Ставьте лайк. Аккуратней обращайтесь с острыми инструментами, колющими, режущими. И всегда закрывайте клей. Всем до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok